МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на канале НСК-49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. День памяти и скорби сотни свечей во славу героев Великой Отечественной. Вместо лекарственных трав мусорный полигон. Сельчане готовятся к обороне. Язык искусства. Транссибирский экспресс в компании с Александром Шурицем. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в День памяти и скорби во всех городах нашей страны. Новосибирск не стал исключением. Участники акции – представители общественных, ветеранских, молодежных и патриотических объединений, религиозных организаций, простые жители мегаполиса установили свечи у мемориалов, почтили память погибших в Великой Отечественной войне, минутой молчания. Как вспоминали герои в Первомайском районе и почему эта дата особенно важна сегодня, узнал Василий Акимов. Жители Первомайского района в День памяти и скорби, посвященный вероломному нападению нацистов на нашу страну в 41-м году, пришли почтить память героев к вечному огню на улице героев революции. Были здесь и школьники, прадеды которых отстояли независимость нашей Родины и живые свидетели той Великой Эпохи. Ведь сегодня, когда возле границ России вновь поднимает голову фашизм, как никогда важно помнить трагические события Великой Отечественной войны. Мы с вами сегодня видим, что в мире предпринимаются попытки пересмотреть итоги войны, снизить роль нашей страны в этой победе. Но цена жертв, которые были принесены во имя победы, все-таки она выше. И все-таки мы должны, несмотря ни на что, говорить нашим детям, нашим будущим поколениям, то, что было в нашей истории, то, что благодаря именно нашему народу это страшное событие было завершено, благодаря жертвам именно наших жителей. Наша страна отстояла свою независимость от полчищ фашистских агрессоров ценой огромных жертв. И память о правших героях передается из поколения в поколение. Ты знай, не сдамся я, покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила. Завершилось мероприятие с зажением свечей и возложением цветов к вечному огню. В одном только Первомайском районе с войны не вернулись тысячи людей. И память об их подвиге будет жить вечно, уверены участники акции. В Новосибирске состоялось возложение цветов и венков к вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент славы». Ежегодно в День памяти и скорби, посвященный началу Великой Отечественной войны, горожане вспоминают павших героев войны и благодарят ветеранов за чистое небо над головой. В Новосибирске на памятную акцию к «Монументу славы» приехали герои боевых действий, ветераны труда, дети войны, представители молодежных патриотических объединений и школьники. Среди подрастающего поколения воспитанники спортивного клуба «Заря», в которых наставники развивают не только тягу к спортивным победам, но и уважение к истории Родины. Мы стараемся в детях воспитывать не только силу и умение бороться, но и стараемся воспитывать патриотизм, дух, веру. Конечно же, мы очень хотим, чтобы молодое поколение, начиная с детей, помнило, знало, как это было и понимали, какой дорогой ценой нам далась эта победа. 50 спортсменов клуба поучаствовали в возложении цветов и венков к «Монументу славы». Каждый из них знает, 22 июня страшным образом изменилась жизнь всего советского народа. И эту дату важно помнить. Это день не менее важный, чем 9 мая, потому что 9 мая – это, конечно, день победы, а сегодняшний день – это день памяти, день скорби о всех тех, кто не вернулись, о всех тех, кто пожертвовали свою жизнь для нас. Вечером мероприятие «Дня памяти и скорби» продолжится на сцене Михайловской набережной. Музыканты Новосибирского академического симфонического оркестра исполнят произведение «Манфред» Петра Чайковского. Презентация фильма, рассказывающего о том, чем жил наш город в годы Великой Отечественной войны и как наши земляки ковали победу в тылу, прошла в одном из кинотеатров Новосибирска. Это вторая часть картины, созданной в столице Сибири и рассказывающей о повседневной жизни и работе новосибирцев. Все подробности далее. О подвиге новосибирцев в годы Великой Отечественной войны написано и рассказано уже немало. Тогда в наш город прибыли десятки промышленных предприятий, эвакуированных из европейской части страны. Эти заводы стали выпускать необходимую для фронта продукцию почти сразу же после прибытия. Станки ставились практически на землю, а стены цехов возводились вокруг них уже во время работы предприятия. Это был великий подвиг. Я всегда подчеркиваю, что подвиг в тылу тех, кто работал здесь, он ничуть не меньше, он приравнен должен быть к подвигу на фронте. О работе горожан в те годы рассказывает документальный фильм «Этот день мы приближали как могли», созданный в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений». Уже сразу, в первые же дни проведения этой «Эстафеты», мы поняли, что она более масштабна, чем мы ее планировали. И вот эти вот количественные показатели, они говорят об этом. А о том, что она приобрела сразу массовый характер. Этот фильм уже второй. Снимали его на семи заводах и предприятиях Новосибирска. По словам авторов, они попытались воспроизвести атмосферу военного времени и познакомить зрителей с повседневной жизнью людей тем, чем они занимались ежедневно на своем рабочем месте в течение всей войны. И судя по реакции горожан, пришедших на премьерный показ, а среди них было немало ветеранов, со своей задачей они справились успешно. Стратегия развития Новосибирской области «Сибирское лидерство» учитывает задачи майского указа президента страны по развитию экономики и предпринимательства. Глава региона Андрей Травников считает поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере потребительских обществ, важным фактором в достижении поставленных целей. 22 июня он встретился с активом Новосибирского облпотребсоюза, обсудив насущные вопросы. Новосибирский облпотребсоюз существует с 1912 года. Потребительские общества представлены во всех районах области. Это магазины, рынки, автолавки, производство и многое другое. Представители потребкооперации отмечают, что давно не проводили встреч с властями. И только после того, как главой региона стал Андрей Травников, встреча наконец состоялась. Нам бы хотелось, чтобы мы, конечно, еще теснее работали вместе с исполнительной властью и более продуктивно участвовали в решении всех проблем, которые сегодня есть на селе. Я думаю, что для этого у нас есть все возможности. Андрей Травников подчеркнул значимость потребительских обществ для развития торговли на селе, отметив, что в стратегии развития области до 2030 года предусмотрена поддержка агропромышленного комплекса и малого бизнеса. Новосибирская область – один из редких регионов, где удалось сохранить такую мощную сеть потребкоопераций. Именно поэтому я захотел поподробнее познакомиться с вами. Я захотел узнать, как потребкооперация сегодня живет. Вопросов было много. Большинство из них больше напоминали конкретные предложения по улучшению работы потребкооперации. Установка электронных касс в сельских магазинах, упрощение выдачи микрозаймов, меры поддержки и не только. Мы работаем в тесной увязке с селом. Они не представляют себя без нас, мы без них. Нельзя ли приравнять нас по налогообложению к агропромышленному комплексу? Для определенных категорий такой вариант можно проработать, заявил Травников. Ответы на вопросы удовлетворили собравшихся, после чего речь пошла о предстоящих губернаторских выборах и кандидатуре нынешнего главы региона. От имени коллектива Краснозерского райпа выражаю уверенность, что победа ваша нужна на этих выборах. И мы верим, что экономика Новосибирской области будет от этого только прирастать. Это мнение поддержали все участники встречи. Андрей Травников поблагодарил собравшихся за доверие, напомнил, насколько важно прийти на выборы и в свою очередь пообещал облпотребсоюзу всестороннюю поддержку. Все, чем можем помочь, мы будем помогать. Но еще раз прошу вас, не теряйте энтузиазма и не теряйте вот этого предпринимательского задора, который у потребкооперации Новосибирской области присутствует. Потребкооператоры заявили, что с удовольствием выполнят пожелания главы региона и продолжат активно развивать торговлю и производство продукции на селе. Мусорные полигоны, несанкционированные свалки и проблема переработки отходов на сегодняшний день – это одна из самых острых проблем в России. После шокирующих событий в Подмосковье, где десятки людей оказываются в больнице с симптомами отравления, о здоровье людей и экологической ситуации в целом обеспокоились в других регионах. Так, например, жители Тагучинского района Новосибирской области опасаются, что вблизи населенных пунктов окажется мусороперерабатывающий завод, причем производство, по словам людей, может появиться на живописной природной территории. С готовыми взяться за вилы сельчанами встретилась Екатерина Орлова. Полигону нет, карьеру нет! Информацию о том, что рядом с селом Лекарственное может появиться мусорный полигон, жители обнаружили в одной из городских газет. Тем не менее, по словам людей, областная власть этих данных до сих пор не подтвердила, но и не опровергла. Селяне уже долгое время живут в неведении и опасаются, что их живописные луга в скором времени будут утопать в мусоре. Мы, как жители села Лекарственное, очень возмущены этим. Не то, что нас не поставили в известность, а то, что 5 километров от нашего села будет большая свалка. Вот у нас два села рядом, это Лекарственное и Корпысак. Вот уже Плотниково, мы знаем, что Плотниково, у них там они отстаивали свою, собирают подписи, очень много подписей собрано. В Раздольном отстояли, но теперь дошла наша очередь. Мы тоже за свое село ляжем, все ляжем. Или встанем с вилами и стяпками, вот и все. Чиновники местного сельсовета и депутаты также боятся, что проект мусорного полигона будет реализован в Тогучинском районе, а именно рядом с озерами, реками и природоохранной зоной. Депутаты начали сбор подписей против данного производства. Своё несогласие на сегодняшний день выразили почти 500 человек. Прежде всего мы полностью разделяем о беспокойстве жителей села, так как мы, жители села, хотели бы жить в условиях, которые полностью бы благоприятно сказывались на нашем здоровье. Строительство полигона так близко к этим землям, ну это просто недопустимо. Правда, растили здесь травы лечебные, а сейчас в данное время будем загаживать этим полигоном. Ситуация, по словам жителей, омрачается еще тем, что в селе Лекарственное готовится к открытию новый карьер, уже второй по счету. Местный сельсовет приступил к набору сотрудников для добычи щебня. И хоть такое производство открывает новые рабочие места для местного населения, люди единогласно выступили против. Жить рядом с двумя карьерами и крупным мусорным полигоном – это уже слишком, возмущаются местные. У меня вот мама 40 лет здесь отработала, отец погиб на производстве, мама здоровье здесь потеряла. И она почему должна задыхаться-то в пыли жить, доживать свои годы-то, интересно. Мы отправили запрос в правительство Новосибирской области, чтобы выяснить, действительно ли рядом с селом Лекарственное открывается мусорный полигон и где именно будет расположено производство. Если проект действительно готовится к реализации, то важно создавать производство без вреда для экологии и вдали от населенных пунктов. В поселке Советский ранее люди жаловались на отсутствие магазинов, пассажирских автобусов, которые не ездят туда из-за разбитой дороги, на ремонт которой в прошлом году, по их словам, потратили миллионы рублей. На жалобы никто из чиновников не отреагировал, а опасения селян подтвердились. Дамбу на въезде в поселок размыло и дорога провалилась. Подробности у Алексея Кузьмина. На дорогу от Витаминки до Знака с названием населенного пункта протяженностью 3,5 километров, которая не имеет даже асфальтового покрытия, в администрации Новосибирского района, по словам жителей, отчитались, что потратили из областного бюджета 22 миллиона рублей. Но, видимо, и этой суммы не хватило, чтобы отремонтировать дамбу. Мостик скоро провалится, где озеро. Мостик вообще не ремонтировали, даже не засыпали, не поднимали, вообще ничего. Ну что это такое? И вот на днях опасения жителей села подтвердились. От обильных дождей уровень воды стал выше, до поверхности дамбы осталось 15 сантиметров. Под тяжестью многотонных машин перекрытие не выдержало. Ездить здесь стало опасно. Ремонт, говорят местные, был прост. Присыпали землей и воткнули в яму дорожный знак. Состояние новой дороги не в лучшем виде. Ну, яма на яме. Разбили вообще. Был асфальт, они не сняли. Потому что большие грузы идут. И засыпали щебенкой. Щебенкой засыпали неправильно. Не убрали грунт. Он вдавился. Сейчас эта щебенка уходит. Вы видели, вы ехали? Видели какая яма на яме? И вообще невозможно проехать. Скоростную широкую дорогу на территории поселка Советский отремонтировали в 2015 году. Но уже участок пришел в негодность. Через этот объезд проезжает огромное количество больших грузов. Жители звонят чиновникам ежедневно, но говорят, что ответ один. Не могут, дескать, до подрядчика дозвониться. Тем временем и восстановленному дорожному участку скоро потребуется ремонт. 125 лет городу Новосибирску. 100 лет Государственной архивной службе России. Эти две знаменательные даты объединились на одной площадке Новосибирского краеведческого музея. В преддверии дня города здесь открылась выставка уникальных архивных документов, увидеть которые ранее могли лишь избранные. О чем расскажут бумажные свидетели прошлого, узнаем из сюжета Александра Могилина. Десятки раритетных документов рассказывают об истории Новониколаевска, а впоследствии Новосибирска. Причем даже о тех моментах и проектах, которые так и не были реализованы. Как, например, строительство народного дома. Или вот проект Никольской часовни образца 2014 года, снесенный большевиками и восстановленный в наше время. Все эти документы находятся на особым сейфовом хоронении Госархива. И к ним ранее никого не подпускали. Их действительно до сегодняшнего дня никто не видел. Из всех этих экспонатов ранее экспонировалась только одна металлическая книга со записью о рождении Александра Ивановича Покрышкина. Дважды в этом же краеведческом музее. Все остальное увидит свет впервые сегодня. Организаторы говорят, есть и документы всероссийской значимости. Например, метрическая книга с записью о венчании Федора Достоевского в Новокузнецкой церкви. Она чудом попала в Новосибирск в советские времена. Еще один раритет – автобиография Константина Рокоссовского с именной подписью. Казалось бы опять, какое отношение Рокоссовский, родившийся в Польше, служивший еще в царской армии, мог иметь к Новониколаевску? А я вам скажу, в 1926 году, будучи временно исполняющим обязанности командира кубанской кавалерийской бригады, он проходил службу в Новониколаевске. Он был со своей бригадой здесь полгода. И здесь именно он заполнил свою автобиографию. Выставка в краеведческом музее приурочена к юбилею Новосибирска и будет работать недолго. Исторические документы вернутся в сейфы. Так что сейчас самое время на них посмотреть. 125-летие нашего любимого города отмечают в различных районах мегаполиса. По размаху, возможно, они уступают торжествам, ожидаемым на центральной площади. Однако по уровню интереса местных жителей – вряд ли. Ну а кто праздник Ура, тот заранее начинает на мероприятиях. По случаю Дня города в микрорайоне Снегирей побывал Василий Акимов. Настоящий домашний праздник, на котором, впрочем, рады видеть и добрых гостей. Так можно сказать о мероприятии, прошедшем в сквере на улице Рассветной, что в микрорайоне Снегири. Посвящено оно 125-летнему юбилею Новосибирска. И собрало местных жителей, как говорится, от мала до велика. Новосибирский небо твой, пусть прошагали мы немного, все впереди у нас с тобой. Организатором этого праздника стал местный ТОС при поддержке ряда депутатов, среди которых Глеб Дебов. По его словам, люди охотно участвуют в таких мероприятиях, причем не только праздничных. Ребятишки всегда с удовольствием приходят, всегда с удовольствием взрослые приходят, с удовольствием могут пройти по всей аллее. Это был один из наказов. Пройти сюда, на основной центр, где все отдыхают. Можно развлекаться и отдыхать. Вместе решать как вопросы, связанные с проведением таких праздников, так и проблемы. По такому принципу старается работать депутат Горсовета. Мы вместе выходим на субботники, неоднократно проводили. И вот этот парк мы вместе все убирали. И на северном месте убираем, и на четвертом проводим субботники. И люди откликаются. У каждого из нас есть свой любимый и просто родной уголок в Новосибирске. И жители Снегирей стараются общими усилиями сделать свой микрорайон еще лучше. В том числе, проводя такие праздники, способствующие единению. К 125-летию Новосибирска городской центр изобразительных искусств подготовил специальную программу событий «Языки искусства». Мероприятие объединяет современных молодых художников и опытных живописцев академической школы, значимых для городской культуры. В рамках программы состоялось открытие выставки «Транссибирский экспресс. Шурицы. Компания», посвященная знаменитому новосибирскому мастеру. «Транссибирский экспресс. Шурицы. Компания» – это не только дань памяти известному новосибирскому художнику, но и своеобразное примирение новаторства и традиций в изобразительном искусстве. Экспозиция, включающая в себя произведения 25 членов Союза художников, по сути является творческим портретом Новосибирска – разностороннего, яркого и молодого города. Как такового контемпорария и современного искусства мы не можем наблюдать, но мы можем наблюдать здесь, например, такую как бы больше академическую живопись. Но и здесь можно встречать разные жанры. То есть, например, здесь есть 10 работ Александра Шурица, даже больше 10, и это одни из таких самых знаменитых. Они охватывают период 20-летней его творчества с 90-х годов до последнего года его жизни. И у него была собственная такая стилистика, которую невозможно, наверное, какому-то определенному жанру приписать. У каждого знаменитого художника с улицы Советской, где бок о бок работали представители 16 мастерских, есть своя история, связанная с Александром Шурицем – как и творческая, так и личная. Мне кажется, для такой системы, когда такое количество людей, причем не просто безвестных, это самые известные художники в городе, активно работающие художники. Если вот они работают рядом, друг с другом, невозможно не влиять друг от друга на друга. Идеи наши перекочевывали от одного человека к другому, и взгляды наши немножко корректировались. Мне кажется, это очень такая сладкая ситуация, когда такое количество народа вместе работает, творческого народа. Ранее в Новосибирске проходила выставка «17-й год», которую Александр Шуриц не успел завершить. Тогда в ней приняли участие 14 художников, известных мастеров, членов Союза художников России и молодых авторов. Это все на сегодняшний день. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваше мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Продолжение следует...